Столицы событий и мнений Масштабное мероприятие, важное решение Считается, что Петербургский экономический форум во многом задает вектор будущего На дискуссиях, которые здесь проводятся, часто звучит дата 2024 год По мнению участников форума, к этому времени нас ждет небывалый технологический скачок Будет активно развиваться беспилотный транспорт Неудивительно, что одним из самых посещаемых стендов Петербургского экспоцентра В рамках форума является площадка КАМАЗ Завод представил известный концепт-кар, электрический беспилотный автобус В следующем году машина должна выйти на маршруты по закрытым территориям Участники форума шутя называют футуристический КАМАЗ маршрутка будущего Возможно, в не таком уж далеком будущем беспилотные шаттлы КАМАЗа будут курсировать и по улицам Мурманска По словам участников дискуссии, важным шагом к этому должно стать развитие связи пятого поколения На Международном экономическом форуме работает наш редактор Вероника Сильверстова Она сообщает о решениях, которые имеют большое значение для Мурманской области Подписано соглашение с компанией Еврахим, которая обещает в ближайшие годы направить на развитие Кавдора 800 миллионов рублей Еще одно важное мероприятие в рамках форума – это саммит энергетических компаний Сегодня форум работает второй день, я нахожусь на форуме И, наверное, из самого интересного и важного для Мурманской области за сегодняшний день Нужно отметить саммит энергетических компаний На нем прозвучали планы о совместной разработке шельфа с Японией и Испанией Были задронуты и горячие темы разграничения артистских территорий на шельфе России и Норвегии Ожидается, что договор о сейсмической разведке в бывшей спорной зоне будет подписан после сентября Такие даты сегодня назвал министр экологии и природных ресурсов Российской Федерации Сергей Донской В Мурманске продолжается реализация проекта «Комфортная городская среда», направленного на создание качественных дворовых территорий Озеленение, ремонт асфальта, устройство тротуаров или модернизация систем освещения – что наиболее актуально, решают сами жильцы Каждый сам кузнец своего счастья Эти слова как никогда точно отражают суть проекта формирования комфортной городской среды Жителям Мурманска дали возможность самостоятельно решить, как сделать свой двор краше и удобнее Главное – мирно договориться и утвердить проект на собрании собственников жилья большинством голосов То, какой двор попал, зависит конкретно от жителей самих, кто выполнил все необходимые условия Провел собрание собственников многоквартирного дома, определили, какие элементы они хотят усовершенствовать, отремонтировать и так далее Элементы могут быть… В основном почему-то все думают, что это детская площадка Это не обязательно детская площадка, это и озеленение территории, и заборы газонов, и пешеходные связи, и тротуары, и проезды У жильцов дома на улице Миронова дела пока идут со скрипом Здесь живет много владельцев собак Они хотят для своих любимцев на пустующей территории создать площадку для выгула Другие жильцы, у которых есть дети или внуки, наоборот, радуют за организацию детской площадки И выступают против выгула собак во дворе У каждого свое разное мнение, кто имеет собак, они хотят и собак иметь, и чтобы собаки прям чуть не около подъезда гуляли Вот с собаками надо долго гулять, поэтому площадка для собак должна быть далеко Ну пусть недалеко, но подальше от детской площадки Согласны два противоборствующих лагеря в одном Дорогу, идущую вдоль дома, необходимо снабдить бордюрами Сегодня их нет, а вода после дождей или таяния снега затекает в подъезды Они расположены ниже уровня земли Несколько элементов может выбрать двор Очень можно почитать и на сайте ОНФ, и на сайте Единой России И на сайте Министерства строительства о том, как проводятся эти мероприятия А мы готовы помогать людям, встречаться, объяснять, как это делать Поэтому, пожалуйста, обращайтесь и давайте сделаем наше Заполярье лучше и красивее Определиться с тем, что будет построено на придомовой территории, жильцам нужно уже в ближайшее время Появятся выбранные элементы к концу лета Тем же, кто в этом году в программу не попал, отчаиваться не стоит Проект «Комфортная городская среда» будет работать до 2022 года Правительство Мурманской области зарегистрировало аккаунт в социальной сети Инстаграм Основная цель создания страницы – показать живую работу губернатора области Его заместителей, руководителей, исполнительных органов государственной власти А также представить взгляд жителей на регион Свои фотографии северяне могут присылать на электронный адрес правительства В письме следует указать фамилию и имя, место, где сделаны фотоснимки, а также составить краткое описание Один контрольно-пропускной пункт для всех городов Зато Александровск теперь можно попасть через единый КПП Который располагается на 26-м километре автодороги Мешуково-Снежногорск В каком режиме будет работать пропускной пункт и что будет со старыми, расскажем в следующем сюжете Вопрос о строительстве общего КПП был поднят еще с момента объединения трех закрытых городов Не было средств, затем деньги нашлись Пропускной пункт построили, подвели необходимые коммуникации Но еще два года решались проблемы бумажные Наконец, все договоренности достигнуты С 1 июня КПП функционирует в штатном режиме Мы действительно закрыли полностью контролируемую зону Нашего закрытого административно-территориального образования Со стороны Сайда Губы И теперь на дороге Мешуково-Снежногорск Вот это КПП, которое называется Куланга Но в целом по пропускному режиму ничего не изменилось? Ничего не изменилось Изменилось только то, что теперь те КПП, которые работали в Снежногорске и в Полярном Они теперь будут законсервированы И основной удар примет на себя вот это вот КПП Удар в кавычках, конечно Потому что я считаю, что мы теперь полноценное территориальное образование С закрытыми границами и контролируемой зоной Внутри Большого Затоища продолжают действовать два контрольно-пропускных пункта На въезде в Гаджеево и Оленью Губу Объекты функционируют в соответствии с инструкцией Утвержденной в том числе командованием Северного флота и Кольской флотилии На новом КПП ожидаемых пробок пока нет Но покажут выходные Во всяком случае в виртуальную приемную главы администрации жалобы не поступали Всегда задают вопрос только о том, как оформить пропуск на проезд И мы с удовольствием отвечаем Но у нас на сайте непосредственно рассказана вся предыстория Как это делать, какие документы надо подавать, куда Поэтому зато-а.ру, это наш сайт администрации, зато Александровск Там вся необходимая информация есть Обращений пока не было граждан, но новое КПП только начало работать Поэтому мы до 1 июля решили, что будем работать в таком легком режиме Поэтому мы отработаем сначала пропускную систему А с документами в принципе проблем нет Снег растаял, наступила горячая пора для дорожных служб После зимы на дорогах города скопилось рекордное количество пыли С грязью на улицах борется целый десант рабочих Попутно коммунальные службы убирают зеленые зоны И латают ямы в асфальте Что осложняет продвижение специалистов И как помочь сделать областной центр чище Об этом расскажем в следующем материале Если в зимний период автомобили, припаркованные на обочинах дорог, мешали убирать снег То летом транспортные средства заметно осложняют работу по очистке магистрали от песка Но вернее эту субстанцию назвать пылью И на улицах такой сухой грязи в этом году значительно больше обычного Все дело в том, что коммунальные службы ради безопасности не жалели соряной смеси И обильно посыпали ей тротуары и магистрали Да и поздно наступившая весна заметно тормозит процесс А многое приходится делать вручную Это комплексная уборка производится Это у нас убираем листву на зеленой зоне И производим комплексно У нас идет уборка вдоль бортового камня в песчаных наносах Сразу окучиваем, подметаем частично вручную Частично механизировано И так и сразу грузим Вакуумные машины, способные собирать пыль, конечно, эффективнее лопат и граблей Но дорожные пылесосы заступили на дежурство только недавно Все дело в том, что техника не может работать при низких температурах Она крайне редко выходит на уборку ночью По этой же причине службы не спешат массово поливать асфальт До сих пор после полуночи столбики термометров опускаются ниже нуля И далеко не идеальное покрытие может пострадать Уже вышли поливомойки, да, их поливают Но сейчас ночью мы придерживаем, потому что температура падает ниже нуля И можно просто привести к детальным последствиям Также на прошлой неделе специалисты приступили к ремонтам дорог Карта восстановительных работ обширная Начали строители с периферийных улиц, где меньше поток автомобилей А вот центральные проспекты будут латать ближе к середине лета Дорожные службы просят водителей, вынужденных парковаться на обочинах, быть внимательными И по возможности оставлять номера телефонов, чтобы в любой момент можно было выйти на связь А сейчас хорошая новость для опытных водителей Оформить страховку на автомобиль можно будет дешевле Центробанк предложил изменить порядок расчета стоимости полиса Водителей планируется разделить на 7 возрастных категорий Чем выше стаж, тем больше скидка В Мурманской области заявки на оформление электронного полиса ОСАГО В этом году подали около 9 тысяч автовладельцев На сегодняшний день в системе ОСАГО для молодых водителей Действует небольшой повышающий коэффициент Но скидок для опытных автолюбителей не было В предложении, разработанном Банком России Водителей разделят на несколько категорий Для молодых автовладельцев страховка станет дороже А вот опытные шоферы старше 49 лет со стажем более 14 Получат скидку до 34% А уже вступил в силу закон, который предполагает Возмещение по полису для пострадавших в ДТП Преимущественно через ремонт Новая система выгодна автовладельцам по двум основным причинам Первое, то что очевидно вопрос связанный с организацией ремонта Теперь это головная боль не автовладельца, а компания страховой И второй важный момент, что при ремонте используются новые запчасти То есть то, как раньше было, это с учетом износа Сейчас исключается Мурманские полицейские задержали водителя, который ударил ножом пассажира Это произошло в районе дома номер 80 по Кольскому проспекту По словам очевидца, мужчины во время поездки решили изменить маршрут Таксист это делать отказался и пассажиры покинули автомобиль Но уже через несколько минут водитель вернулся к пассажирам И ударил одного из них ножом в грудь После чего скрылся с места происшествия В областном центре был введен план перехват Полицейские задержали ранее судимого, мужчину 68-го года рождения Свою вину водитель признал, ему грозит до 10 лет лишения свободы Наказание за преступление 15-летней давности Жители Апатитов осудили за убийство пенсионера, совершенное еще в юности Сам фигурант был уверен, что дело пылится в архиве Подробнее расскажем далее Следственная аналитическая группа по преступлениям прошлых лет Назначила по делу об убийстве 2003 года новые проверки и экспертизы Они вывели на след подозреваемого, который все это время жил в Апатитах И был уверен, что смерть пенсионера сошла ему с рук На следственном эксперименте 33-летний Павел Волков подробно рассказал следователям Как пьяная ссора в далеком 2003-м закончилась поножовщиной Было установлено, что 18-летний парень, находящийся в гостях у 70-летнего соседа В одной из квартир по улице Зиновьево в городе Апатитово-Марусской области В 2003 году в ночь с 25 на 26 января В результате распития спиртных напитков, совместного распития Затаив обиду и злость, испытывая личные неберезненные отношения Решил причинить смерть потерпевшему Событие января 2003 года обвиняемый помнил неплохо На следственном эксперименте он показал, где стояла мебель в злополучной квартире Вспомнил, как вооружился кухонным ножом и нанес пенсионеру два удара в грудь Оружие выкинул в форточку, а сам ушел выпивать уже с другими собутыльниками Вызвать скорую, стекающую кровью пенсионеру, он даже не подумал Взял, берите Тут форточка была, вот эта форточка оттуда была Я его после решетки выкинул Причину конфликта Павел Волков не помнит Говорит, просто хотел успокоить собутыльника Не подумал тогда и о том, что человек может умереть от травм Только на суде Видимо, осознав неизбежность наказания Волков отказался от своих слов Впрочем, на решение Фемиды это не повлияло Суд квалифицировал действия Павла Волкова Как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего И приговорил к шести годам и восьми месяцам колонии строгого режима Приговор еще не вступил в законную силу Возможно, что фигурант будет обжаловать его в апелляционной инстанции Вероника Сильверстова, Артик ТВ, Василий Кондрашов, Опентаун Также на минувшей неделе в Первомайском районном суде Мурманска Поставили точку в деле о сбытии наркотиков На скамье подсудимых оказалась молодая девушка Проблемы с законом у нее возникли не впервые Подробности в нашем сюжете В Первомайском районном суде Мурманска Вынесли приговор 19-летней девушке Ее поймали с поличным во время контрольной закупки Жительница Заполярье продала знакомому почти 7 граммов гашиша Преступление относится к категории особо тяжких Предусмотрено наказание только в виде лишения свободы от 8 до 15 лет Дополнительными наказаниями или без таковых Ранняя девушка уже была осуждена за угон автомобиля Ей дали условный срок Но спустя два месяца после оглашения приговора Вновь задержались поличным при передаче наркотиков Экспертиза установила, что изъятое вещество гашиш Всем встаньте сюда Обвинение наставил на приговоре сроком 9 лет и 3 месяца С отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима На основании изложенного суд приговорил Признать виновную в совершении преступления Призмолея пунктом Б.Ч. 3 ст. 228 Созначком 1 УКРФ И назначить окончательное наказание В виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев С отбыванием исправительной колонии общего режима Такой срок суд назначил, потому что девушка находится в положении И теперь на медицинский учет Ей придется вставать в исправительной колонии А тем временем 6 предпринимателей оказались на скамье подсудимых За хищение гособоронзаказа При проведении ремонтных работ на кораблях Северного флота О масштабах нарушений можно судить по сумме исков и штрафов За срыв судоремонта ответственной компании Должны около 280 миллионов рублей Такой же долг висит и на аффилированных фирмах-банкротах Один из предпринимателей-фигурантов дела за мошенничество Получил 8 лет лишения свободы и крупный штраф Впрочем эти деньги едва ли покроют и 1% от пропавшей суммы За последнее время это далеко не первое уголовное дело В сфере оборонзаказов, связанных с обеспечением кораблей Северного флота Так, начиная с мая 2016 года Уже 5 руководителей предприятий признаны виновными И осуждены за хищение в особо крупном размере Наши телезрители продолжают присылать свои видеозаписи в рубрику Мобильный репортер Так, в редакцию пришло видео от Романа Он стал очевидцем возгорания маршрутки на улице Беринга Микроавтобус разводил пассажиров по 10 маршруту При спуске с кооперативной в моторном отсеке автомобиля начался пожар К счастью, никто из пассажиров не пострадал На месте работали два пожарных расчета Спасти маршрутку не удалось Напомню, каждый телезритель может стать соавтором выпуска новостей И для этого достаточно прислать свое видео в нашу рубрику Мобильный репортер Ты очевидец? Ты успел снять произошедшее на видео? Стань мобильным репортером телеканала Арктик ТВ Пусть твои кадры увидит вся Мурманская область Телеканал Арктик ТВ по итогам месяца выберет лучшего мобильного репортера Свои материалы присылай на электронный адрес Репортерсобака arcticdefistv.ru Или используй интернет и мобильные ресурсы Официальная страница Арктик ТВ ВКонтакте, Ватсап или Вайвер На этой неделе экстренную посадку совершил самолет, летевший из Мурманска в Симферополь Аэробус пришлось посадить в аэропорту Ростова В результате пассажиры прибыли на отдых позже Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров аэробуса Как сообщают местные издания, для того, чтобы самолет смог зайти на экстренную посадку, другому борту пришлось перед посадкой сделать дополнительный круг Мужчину, которому стало плохо, забрали медика из скорой помощи, а самолет продолжил свой рейс В Симферополь борт прибыл почти в пять утра с задержкой на полтора часа Ювелирные украшения не всегда приносят радость Мурманчанин хотел сделать супруге подарок ко дню рождения Вот только вместо положительных эмоций семейной паре приходится разбираться с продавцами Удастся ли вернуть неудачную покупку в магазин, покажет время В ситуации разбирались наши коллеги Лучшие друзья девушек – это бриллианты Так думал Владимир Калкатин, когда пришел в ювелирный магазин за подарком ко дню рождения своей супруги Но подарок оказался с непонятными пятнами, похожими на ржавчину И уже на следующий день они написали жалобу и вернули кольцо Но в магазине сказали, что ждать решение нужно 10 дней Дальше начались проблемы Прошло 10 дней, сегодня 11 день И мне отказывают в возврате кольца Мне отказывают в возврате денежных средств и в обмене кольца То есть получается я осталась кроме как ксерокопии чека и своего заявления ни с чем Наша съемочная группа хотела разобраться в ситуации Но охрана упорно пыталась выпроводить оператора и корреспондента из магазина Ссылаясь на несуществующие законы Когда я звонила вашу администрацию о том, чтобы предупредить о съемке заранее Ваша администрация не взяла трубку Препятствовать съемке вы не имеете права Если имеете, пожалуйста, назовите закон Кольцо без ведома покупателя направили на экспертизу в Москву И как заверяет директор магазина, девушка сама испортила украшение Здесь хоть слово есть о том, что я прошу отправить данное ювелирное изделие на проверку качества Это ваш магазин уже его отправлять самостоятельно На экспертизу вы обязаны пригласить меня, оповестить меня в письменном виде Вы не сделали, ни письменного вида не пришло, не известили меня, ничего Вместо радости от подарка супругам приходится выяснять отношения с администрацией магазина Конечно, было стыдно перед женой, во-первых, перед друзьями Было много народу Обидно, просто обидно Сразу заметить дефект изделия не удалось из-за яркого света В магазине также не оформлен уголок потребителям, который по правилу должен находиться в торговых помещениях Теперь супруги планируют обратиться к независимому эксперту Только вот еще неизвестно, сколько придется ждать приобретенное украшение И уже по результатам оценки Виктория и Владимир отправятся с заявлением в суд Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге переезжает в новое здание на Заводской улице Двухэтажный комплекс построен в современном стиле по проекту одного из архитекторов страны Суоми С 1993 года дипмиссия располагалась на улице Карла Маркса в одном из административных офисных зданий Но поиски отдельного нового помещения шли параллельно с ежедневной работой Здание на Заводской специалисты называют образцом современной финской архитектуры и дизайна Впрочем, пока оценить интерьеры консульства не получится Сотрудники иностранного учреждения еще не завершили переезд Но в ближайшее время его двери откроют для посетителей Интересное совпадение, что посольство России в Хельсинки расположено на улице Завода То есть имеющий похожее название Что нужно пообещать человеку, чтобы он отказался от вредных привычек? Организаторы, набирающие популярность российского проекта вызова, бросают сейчас Уверены, что мотивацией может послужить крупная сумма Но накануне Всемирного дня без табака мы решили узнать, достаточно ли этого для курильщиков из-за полярия Валерия Грудина взвесила все за и против здорового образа жизни Автор проекта по массовому отказу от курения Денис Тимаков Сегодня предложил актеру Михаилу Боярскому на месяц отказаться от сигарет Если в течение этого времени он не будет курить, то получит 1 миллион рублей Меня зовут Денис Тимаков, я автор проекта «Бросай сейчас» Я из своего личного опыта знаю, насколько тяжело бросать курить И в рамках Всемирного дня отказа от курения у меня есть предложение Я хочу бросить вызов самому заядлому курильщику нашей страны Боярскому Михаилу Сергеевичу Поэтому, Михаил Сергеевич, если вы на 30 дней откажетесь от сигарет, с меня миллион рублей Уже известно, что артист, которого невозможно представить без сигареты, усов и шляпы, согласился на авантюру И пообещал не курить целый месяц Призовые деньги Михаил Боярский отдаст внуку Сумма немалая, но не каждый согласится отказаться от пагубной привычки В преддверии Всемирного дня без табака не все мурманчане приняли бы участие в подобной акции Курите вы или нет? Нет А почему вы не курите? Ну, ни разу не пробовал, наверное, и не хотелось Ну, во-вторых, люди знают, что это не совсем полезно Не курю, бросила 9,5 лет назад Сложно ли вам было бросить? Сложно Большой стаж, сложно А что вас подтолкнуло к тому, чтобы вы бросили? У меня сын, я ради него Это был мощный стимул, показать пример Вообще нет, бросила Докурила ради А как давно бросили? Ой, ну уже года три Сложно было? Да нет А что вас подтолкнуло к тому, чтобы вы бросили курить? Муж настоял, потому что он никогда не курил Нет Почему вы не курите? Я профессионально занимаюсь спортом, боевыми искусствами Курю Курю? Да А скажите, пожалуйста, согласились бы Попаду еще с таким сюжетом И что? Согласились бы вы бросить курить за 1 миллион рублей? Я не знаю, скорее всего нет Почему? Ну, это мой образ жизни уже Почему вы не курите? Ну, не знаю, за здоровый образ жизни Согласились бы вы бросить курить за 1 миллион рублей? Нет Почему? А я потому что уже с детства курю А у меня сейчас 45 Никак Вы согласились бы вы бросить курить за 1 миллион рублей? Честно? Да, наверное Ну, да, наверное, да Курите вы или нет? Нет Почему вы не курите? Потому что бросил Давно бросили курить? Ну, недели две-три назад Вам тяжело? Абсолютно нет Да? Сила воли победила? Нет А что вы? Ни при чем, сила воли ни при чем Просто понял, что не нужно это Вызов бросаю сейчас Скинут по всей России Тем, кто готов его принять Надо скачать мобильное приложение Или зарегистрироваться на одноименном сайте Каждый месяц Организаторы будут давать старт новому сезону И внезапно тестировать добровольцев Решивших бросить курить Тот, кто весь месяц будет чист от никотина Сможет побороться за миллион рублей Времена, когда школы неохотно реагировали на все новое Строго придерживаясь сухого стиля образовательной программы Кажется, безвозвратно миновали Последние звонки отзвенели А образовательные учреждения продолжают удивлять пользователей социальных сетей Нестандартным подходом к поощрению выпускников Необычный кавер на популярную песню группы «Грибы» «Тает лед» сняли учителя из поселка Ревда В главной роли директор учебного заведения Всевозможные каверы на вирусные клипы российских иностранных музыкантов Веяние не этого и даже не прошлого года Так, несколько лет назад по сети гуляли народные видео-версии Композиции «Гангам Стайл» корейского рэпера Псай В 2013-м рейтинги разрывали ролики Гарлем Шейка Теперь настало время клипа группы «Грибы» Кавер на песню уже сняла группа казахстанских комиков «Юфрейм» Посвятив перепевку «Чаю» Под трек жителей Подмосковья собирали на субботнике наши коллеги с телеканала «360 градусов» А комик Евгений Кулик сделал видео в окружении людей в форме российского спецназа Было бы странно, если бы мода на музыкальные пародии миновала последние звонки Ведь молодежь всегда активнее остальных реагирует на все новое и, в отличие от взрослых, не боится выглядеть необычно Да и типовые форматы прощания со школой в актовых залах давно приелись школьникам Понимать это начинают и родители, и даже учителя В Мурманской области первыми общаться с молодежью на их языке начали не в одной из школ регионального центра А в поселке городского типа Ревда Инициатором необычного поздравления стала директор школы Марина Достанко Она же сыграла главную роль в перепевке Так много свершилось, случилось у нас Выпуск 2017, вы класс, вы солнце, вы ветер, вы дождь и снег Бриллиантовый выпуск, вас ждет успех Вы столько успели, вы столько смогли Долой все печали, выпускной впереди Но сколько еще предстоит вам пройти А школа пока все еще ваш магнит Клип педсостав школы сделал в ответ на видеообращение учеников того самого выпуска 2017 И ребята учителя подошли к видео ответственно Долго репетировали, а съемку и монтаж заказали у специалистов Я надену свой костюм, не спортивный, как всегда Мы нашли свое место, вам поклон учителя Мы устраиваем рамс, экзамен впереди И даже ведь не знаем, как на логарифм ответ найти Трудились не зря Сейчас у обоих роликов вместе уже более 200 тысяч просмотров Но оригинальный способ провожать большую жизнь выпускников Может стать в школе ревды хорошей традицией Мурманская область засветилась еще в одном музыкальном клипе Очередной шедевр появился в городе Полярной Зори Неординарным образом глава муниципального образования Максим Пухов Пригласил жителей города на субботники Власть продолжает погружаться в социальные сети Глава региона Марина Ковтун уже давно общается с жителями области через Твиттер Представители регионального правительства записали видеоклипс и поздравили женщин с 8 марта Ну а глава города Полярной Зори решил песни и призвать жителей города на уборку Стоит отметить, что Максим Пухов активно пользуется соцсетями Например, выкладывает переписку с чиновниками, в которой обсуждают острые городские проблемы И даже придумал собственный хэштег Пухов рядом Мы прервемся на небольшую рекламу, не переключайтесь Вы смотрите итоговую программу Столица, мы продолжаем На этой неделе отметили День защиты детей В этот праздник даже у взрослых появляется ребяческий блеск в глазах Для редакции телеканала Арктик ТВ эта дата особенная 9 лет назад, 1 июня 2008 года Новый, тогда еще городской телеканал Арктик ТВ впервые вышел в эфир Круглосуточное вещание, авторские проекты, более 15 тысяч новостных сюжетов О том, как все начиналось и чем сейчас живет телеканал, смотрите далее Все начиналось почти 10 лет назад со строительства синей стеклянной студии Которую сейчас с первых кадров узнает каждый За 9 лет Арктик ТВ из городского кабельного СМИ превратился в региональный телеканал Нас смотрит вся область от Александровска до Кандалакши Корреспонденты Арктик ТВ сняли 15 тысяч сюжетов Которые зрители ежедневно видят в главной программе дня Новости Самые главные новости всегда начинаются в 9 утра Это, наверное, самое важное Потому что если обычный человек приходит на работу, у него есть время еще немножко раскачаться То в 9 утра ты должен уже быть в тонусе Ты должен знать уже о всех событиях, которые происходили А вот так выглядели первые выпуски новостей в июне 2008-го На повестке дня капитальный ремонт студий в доме художников Отказ от эксперимента с пластиковыми проездными в троллейбусах Велосипедный чемпионат и подготовка брейк-дансеров ко дню рождения ночного дозора В этом доме 60-х годов постройки всего 8 подобных витражей Площадь каждого составляет 28 квадратных метров Почти 30 лет эти окна не приносили никаких проблем мурманским художникам Однако с течением времени конструкция просила И это стало уже небезопасно для самих мурманчан Которые каждый день прокладывают свой путь по улице Полярной Зори Кстати, судя по прогнозу погоды, который и сегодня закрывает выпуск новостей В июне 2008-го лето тоже не торопилось за Полярием Специальные репортажи, документальные фильмы, телемосты, прямые включения Развлекательные проекты и реалити-шоу Наши журналисты работают во всех телевизионных жанрах Сегодня телеканал Арсик ТВ делает акцент на общение с нашими телезрителями И у нас наши зрители становятся с авторами, с авторами новостей Они присылают снятые на мобильные телефоны, на планшеты Свои собственные репортажи, когда что-то происходит И не обязательно плохое Может и хорошее событие Произошла авария, прислали Вышел Мишка на дорогу, прислали Мы видим, как люди по-разному живут в нашем городе И какие они разные наблюдения делают Социальные и детские проекты канала Занимают отдельное место в линейке телепередач Ими мы гордимся особенно В проекте «Облака» воспитанники детских домов находят новые семьи А в «Море доброты» рассказываем о тяжелобольных детях, которым нужна поддержка Корреспонденты канала и сами регулярно участвуют в благотворительных мероприятиях Вспомнить хотя бы знаменитый флешмоб, захлестнувший весь мир Ну и конечно, сердце телеканала – его сотрудники Действующие и бывшие Но все равно свои Телеканал «Арктик ТВ» – это хорошая школа, которая была за плечами Восемь лет жизни Это колоссальный опыт Общение с разными людьми И взаимосвязь и в коллективе тоже Что немаловажно Девять телевизионных лет – это солидный срок Спасибо нашим телезрителям за то, что остаетесь с нами И готовы принимать участие в проектах канала «Арктик ТВ» В свой день рождения мы решили подарить мурманчанам немного тепла и оранжевого настроения А в ответ услышали много добрых слов Подарите по апельсинке За что? Сегодня 9 лет телеканалу «Арктик ТВ» Да вы что? Мой любимый телеканал Если вам не сложно, несколько слов тогда поздравительных Держи апельсинку Спасибо Я желаю дальнейшего просветания вашему телеканалу Я вообще очень люблю местные новости И надеюсь на то, что ваш канал останется радовать нас Всего вам самого хорошего и замечательного Хотя погода сегодня вообще не располагает никаким радостным событиям Пожелаем процветания, чтобы жизнь была ваша такая же яркая Чтобы события только радостные Всего самого хорошего Молодцы, что вышли сегодня на улицу Сегодня такая прекрасная летняя погода Как раз только снимать, что видят, что люди все равно идут, работают Радуются, что все равно лето в душе Ну, хоть не на улице, но хоть где-то Желаю вам творческих успехов, развиваться в правильном направлении Вот, хороших съемок, позитивных эмоций, улыбок Побольше зрителей Хороших только новостей Всем прекрасной погоды Ну, всего самого наилучшего Можно не сказать, не круглая дата, но как бы это все-таки 9 лет Ну, работайте дальше, успехов вам во всем Всегда хороших идей для вдохновения, для творчества Радостных встреч, позитивных людей И хорошей погоды, самое главное на севере Ой, канал-то хороший, между прочим Процветание, чтобы у вас все Ну, все шло вперед, чтобы все эти ваши планы выполнялись Ну, желаю вам успехов, чтобы процветал канал дальше И хотелось бы лета Может, Арктик канал поможет нам Спасибо самого хорошего Очень нравится, хорошие новости Про Мурманск нам всякие даете Спасибо вам за работу Спасибо за апельсинку Ну и, скажем так, удачи вам в ваших начинаниях и продолжениях В честь дня рождения редакция Арктик ТВ объявляет фотоконкурс До 7 июня присылайте к нам в редакцию селфи в стиле мурманского лета Авторы самых ярких кадров получат подарки Отправляйте свои фотографии на электронный адрес newssobaka.arctic.defistov.ru Или загружайте в альбом в официальной группе ВКонтакте Отмечать День защиты детей в Мурманской детской городской клинической больнице Стало доброй традицией В этом году к маленьким пациентам пришли в гости актеры театра кукол Специалисты детской клинической больницы решили порадовать маленьких пациентов Подарив им целый праздник Шары, лотерея и весь день без больничной дисциплины Помогали поднимать настроение детям и актеры из Мурманского областного театра кукол Это конечно всегда волнительно, потому что ты несешь ребенку праздник Тем более в такой день, тем более детям, которые находятся сейчас в отрыве от семьи И это дополнительная нагрузка, чтобы передать ребенку атмосферу праздника Мы пытаемся их как-то поддержать, чтобы они чувствовали себя какими-то особенными И так далее, чтобы они чувствовали себя обычными, счастливыми, радостными детьми Актеры специально ко Дню защиты детей подготовили сказку под названием «Кто сказал мяу» Малыши принимали активное участие в волшебном действии Радостно хлопали в ладоши и поддерживали артистов Что за сказка? Про собачку Которая искала кого? Кошку Понравилось А что там было? Там как щеночек искал, кто сказал мяу По мнению главного врача, такие мероприятия положительно сказываются на здоровье пациентов Ведь некоторые дети во время лечения находятся без родителей И такие праздники отвлекают их от грустных мыслей Дети как дети всегда рады, любым подарком Естественно, это все в совокупности влияет на результаты лечения Потому что достаточно эмоционально с наших детей положительные эмоции Они как раз таки оказывают влияние на состояние их здоровья Такие праздники стали доброй традицией для Мурманской детской клинической больницы И сотрудники уверены, что театральные представления лучше любого лекарства Сотрудники областного психологического центра при поддержке Министерства образования и науки региона Ежегодно проводят праздничные мероприятия для ребят из детских домов и коррекционных школ По традиции каждый раз выбирают новое место действия В этом году в город Горняков приехали ребята из Мурманска, Апатитов, Оленигорска, Мончегорска и Кандалакши Ежегодный праздник детства, организованный Министерством образования и науки А также специалистами областного психологического центра Развернулся на нескольких площадках Кировского дома творчества Хибины Сладкий стол, конкурсы, безумные эксперименты, бумажная дискотека Каждый год события проводят в разных городах Неизменно в честь Международного дня защиты детей Герои торжества еще не знают какое масштабное мероприятие для них подготовили Мы приехали из города Мончегорска Нам сказали, что здесь будет праздник посвященный для нас Нам стало интересно и мы приехали Вот отдельно защитили детей и дальше ничего не знаем Допустим, чтобы мы не потерялись, вот они как бы с нами ходили, вот, чтобы мы не заблудились здесь, может быть Например, если собаки нападают, вот надо отгонять их От взрослых надо защищать детей? Да От несправедливости? Да Ни малыши, ни ребята постарше толком не знают, зачем их защищать и почему этому даже посвятили отдельный день Может быть, предполагают они, все наоборот, и это дети, защитники взрослых Дети, они защищали родину, можно сказать, большинство детей воевали в войне И каждый человек достоин этого праздника Для людей, которые отважились принять в свои семьи обездоленных детей Фраза «дети защитники» не шутка и не пустой звук Первого приемного ребенка бывший школьный учитель Екатерина Вишневская взяла вместе с мужем в 11-м году Сейчас она воспитывает уже четверых И именно дети спасли ее от одиночества после внезапной смерти супруга Они стали настоящей опорой и главной радостью Первого ребенка я влюбилась по монитору Мне показали где-то примерно 50 чем-то детей, я сказала, вот это мой И мы не ошиблись Дети все очень разные, очень разные У каждого свои интересы, вы знаете, у каждого свой кружок, свои любимые занятия Но есть одно общее, мы одна семья Есть одно общее, что нас объединяет, это желание жить в доме, жить вместе, понимаете? И дети это очень хотят и это им очень дорожает На сегодняшний момент в Мурманской области почти 90% детей-сирот воспитываются именно в замещающих семьях Детские дома стремительно пустеют и закрываются Их даже переименовали в Центры помощи детям Самые преданные деловоспитатели считают Лучшее воспитание ребята получают не в госучреждениях, а в доме, полном любви Эти дети другие В этих детях, вот как бы они, в них есть боль Понимаете? Вот всегда, вот когда берешь этого ребенка, вот чувствуется эта боль И тот, кто научился делить эту боль с ребенком, кто понимает его Кто не забыл о том, что он сам был ребенком Понимаете? Вот того получается То есть в обыкновенный компот сыпешь на мне немножко сахару То есть здесь надо сахару побольше Мне понравилось, как там шарик не протыкался И еще как рука горела Сегодня нам понравилось очень всем, как воздушные шарики в виде сердечек Там мы их все лопали, и нам это очень было весело Праздник очень понравился, все весело, замечательно, смешно Детям главное очень понравилось Спасибо большое группе сопровождения, что нас тоже позвали на это мероприятие Мы очень рады присутствовать Еще одна северянка с большим сердцем, Ольга Лютаева, пять лет воспитывает двоих умниц дочек Говорит, психологи клубов замещающих семей здорово помогают стать осознанным родителем Быть родителем очень легко, очень легко Это кажется, что все сложно, на самом деле все очень просто Главное любить детей, и они будут любить тебя так же За каждым специалистом закреплена определенная семья Ну я как сама приемные родители тоже знаю каждого от и до Все проблемы, все успехи И гордимся тем, что мы можем в клубе об этом говорить Ну а главный совет, который дают заполярные приемные родители тем, кто только думает взять под свое крыло ребенка прост Слушайте свое сердце, и оно никогда не ошибется Из холодной столицы Заполярья к теплому морю На этой неделе в Мурманске стартовала летняя оздоровительная кампания 2017 Школьники отправились в детские лагеря на юг страны Смена продлится 21 день Среди первой волны отдыхающих 90 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Провожающие пассажиры спецсостава Мурмансканапа прощаются на перроне Мурманского железнодорожного вокзала Родители дают школьникам напутствие и не в первый уже раз повторяют о необходимости вести себя в дороге осмотрительно Волнение взрослых передается и ребятам Кристина Федосеева на лето в детский лагерь уезжает не впервые, но все равно переживает Как и многих путешественников, Кристину перед отправлением поезда не отпускает чувство, что что-то важное и необходимое на отдыхе осталось дома Еду сейчас в Новороссийск, страшно волнуюсь, много волнений, но так есть еще и радостные новости Отдохну нормально Этим поездом на море отправляется первая группа молодых мурманчан, 350 человек Многие едут не впервые, кто-то сразу на несколько смен Диана Закирова, например, пробудет в Новороссийске до августа Скучать на море, уверена девочка, не придется Ну там игры разные, то есть если там что-то непорядка с морем, то есть вы играете, конкурсы всякие устраивают Ты не будешь сидеть просто смотреть на море Там весело Многие ребята друг с другом уже знакомы, так что и в дороге проведут время нескучно В их распоряжении живой молодой ум, развитая фантазия и огромное количество игр для большой веселой компании От городов до крокодила Каждый от отпуска ждет чего-то необычного Уже третий год подряд едем в лагерь Мы хотим отдохнуть, получить бурю эмоций Насладиться этим морем Впечатлением Впечатлением получить Очень хочется поехать в аквапарк в Ильинджик Родители, остающиеся в холодном Мурманске, за детей, конечно, рады Но и от волнения никуда не деться Мама и папа переживают за то, как дети доберутся до юга Чтобы все ребята доехали на место без происшествий Здоровыми и счастливыми вернулись обратно, следить будут педагоги Часть их остановится в Анапе, а часть детей поедет в Новороссийск Там расположен лагерь, который принимает детей в оздоровительную смену и детей спортсменов А в Анапе у нас санаторно-оздоровительный лагерь и лагерь для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Путевки для которых совершенно бесплатно, бесплатный также проезд Детские лагеря работать будут в четыре смены Всего в этом году за пределами области отдохнут более двух тысяч мурманских школьников Еще 1740 детей смогут отдохнуть в лагерях, созданных на базе городских школ Заполярные школьники лучшие по конструированию роботов и умных домов Команда из Мурманской, Мончегорской, Кандалакши вернулись из Краснодара Там состоялись престижные соревнования по ранней профориентации Junior Skills Домой начинающие инженеры-программисты привезли золотые и бронзовые медали Одна из участниц Junior Skills, семиклассница Даша Воронская, говорит Ровесники не понимают, чем она занимается Объясняет, что создает социальные сети для вещей Свои 13 девочка пишет компьютерные коды и строит уменьшенные копии умных домов Напарница Даши Юлия Ромахова и вовсе учится в четвертом классе А в ее голове мысли, как сделать беспилотный летательный аппарат, доставляющий пиццу Все свои необходимые вещи, допустим, как поливать садовые растения, ты можешь приложить это на систему Но все будет делать само, удалиться возможности человеческого фактора, который тоже иногда негативно влияет И появится больше времени на что-то более важное человеку, нежели на домашние дела На детских соревнованиях по профориентации Junior Skills в рамках известного конкурса WorldSkills Russia Проект умного дома девчонок, придуманный за три дня, получил золото Другие команды из Мурманска, Мончегорска и Кандалакши также вернулись с наградами Команды вообще были сильными Сначала мы шли вровень в первые два дня, но в последний третий день, наверное, больше помог нам занять первое место Это наш машап, это сайт Мы сделали такой, как сайт, и с него можно будет управлять То есть, например, включить датчик какой-то или нет Максим Багаев и Андрей Пономарев представляли Мурманск в старшей возрастной группе Они уже опытные инженеры, за их плечами Олимпиада по робототехнике в Пекине Для Краснодарского конкурса школьники сконструировали робота, который может существенно упростить жизнь сотрудникам торговых складов Просто на самом деле, с самого детства мы увлекаемся такими инженерно-компьютерными компетенциями, можно сказать Я сам занимаюсь уже этим шесть лет, но именно роботами, не junior skills И просто со временем нужно как-то улучшаться, как-то расти в этом деле И поэтому постепенно мы переходим к более сложным и уважаемым заданиям Педагоги Центра Творчества в Апланде и сами отличились на соревнованиях Александр Федулеев стал вторым в регионе экспертом в компетенции интернет-вещей Теперь он может судить аналогичные конкурсы Если в этом году мы спрашивали у детей, что такое интернет-вещей И большинство из них отвечало, что мы не знаем, что это такое И это как что-то из области фантастики То я думаю, что пройдет еще года три-четыре, об этом будут знать все Но к тому времени мы уже успеем подготовить детей, которые будут понимать и смогут работать в этой программе Однако подопечные в Апланде не спешат связывать будущее с разработкой умных домов и роботов Несмотря на перспективы, в мурманских вузах таких направлений пока просто нет Несмотря на снег, в первый день лета на пяти углах состоялась традиционная акция «Мой мыльный Мурманск» И пусть она не стала самой массовой, настроение, праздник и радость от наступившего лета не покидали мурманчан В день защиты детей на центральной городской площади состоялся ежегодный праздник «Мой мыльный Мурманск» Акция проводится в столице Заполярья уже в седьмой раз Ее организаторами выступает творческое объединение «51 чемодан позитива» и «Дом молодежи» Пузыри – это детская радость, шалость, поэтому как раз самый лучший день, чтобы это провести Ну и лето встречать в Заполярье, вот, хоть такое, но встретим В этом году северная погода преподнесла мурманчанам и гостям города сюрприз Пузыри впервые запускали под снегом, но чтобы принять участие в фестивале, некоторые приезжали даже из области Эмоции, вау, потому что столько мыльных пузырей, я вижу, конечно, впервые, потому что с другого города Организованное мероприятие очень круто, очень классно, я бы еще сходила бы и на следующий, и на следующий год В 2016-м флэшмо превратился в настоящий семейный фестиваль, участие в котором приняли сотни горожан И пусть в этом году акция не стала такой массовой, по настроению участников этого точно не скажешь Мне очень понравилось, потому что сегодня хоть и погода, но не очень, но праздник удался, я считаю И, по-моему, хорошие мысли только, ну, лайк Мне нравится этот праздник, несмотря на непогоду Мне очень нравится, я на него так спешила, мне очень нравится Я спешила так, когда я вам говорила, одевайся, я так старалась, чтобы попасть на него быстрее Мне нравится, пусть как пузырьки Моя сестра, Катя Те, кто передумал идти на праздник, увидев снег с дождем и сильный ветер, точно прогадали Самые стойкие северяне ни на минуту не пожалели о том, что приехали на центральную городскую площадь Они запомнят эту акцию надолго В Мурманске в День защиты детей прошел Дрим Флэш, мой мыльный Мурманск Ура, Лето! Мурманские норманы вернулись с чемпионата России по спортивной версии игры «Что, где, когда», подняв свой рейтинг среди коллег на 17 позиций Недавно в Санкт-Петербурге 17-й раз прошел крупнейший и самый престижный чемпионат знаменитой интеллектуальной игры «Что, где, когда» В этом году в нем приняли участие 89 команд из 27 городов России Среди участников уже восьмой раз команда Мурманска под руководством капитана Михаила Савченко Одно дело играть турниры у себя в Мурманске, вот в нашем маленьком городке Другое дело это играть очень большие турниры с сильнейшими командами, которые сидят напротив тебя лицом к лицу То у нас в этот раз не очень хорошо получилось сыграть два тура из шести Вот четыре мы сыграли хорошо, два провалили, прямо скажем, для себя, для своей игры Поэтому в итоге у нас есть ощущение, что нам есть куда двигаться, есть куда расти, но нужно дальше работать над собой Норманы стали единственной командой из нашего региона, которая напрямую была отобрана для участия в турнире Конкуренция на чемпионате очень высока В нем традиционно принимают участие сильнейшие клубы Москвы, Санкт-Петербурга, Самара, Новосибирска и других крупных городов России По итогам у мурманских знатоков 55 место, а это на 17 позиций выше, чем им пророчили организаторы Вы понимаете, настоящий вопрос, что это такая головоломка, которая состоит из многих элементов Причем иногда элементы могут относиться к одной сфере, а иногда могут относиться к нескольким И суметь эти элементы вычленить, понять логику, по которой они расположены в вопросе и выдать ответ, это не всегда получается В развитии и финансировании команды активное участие принимает администрация города Мурманска И Комитет по социальной поддержке взаимодействует с общественными организациями и делам молодежи Уже несколько лет они предоставляют команде возможность выезда в другие города и даже за границу Здесь участвовать в играх региональных, конечно, этого мало, чтобы иметь результат и дальше продвигать и саму команду Мы понимаем, что нам очень приятно, что эта сборная все-таки в городе Мурманске находится и, конечно, это имидж города Сейчас мурманские норманы готовятся к поездке на международный фестиваль Эл-Этиада в Израиль и на чемпионат мира в Солизу Казахстана Астану Пока у знатоков идут усиленные тренировки, ведь новый сезон начнется всего через три месяца В областном Кровеческом музее на этой неделе открылась уникальная выставка «Звездные войны» Посетителей встречает создатель коллекции Александр Петров Чем коллекционер удивляет фанатов легендарной саги, расскажут наши коллеги У Александра Петрова самая большая коллекция «Звездных войн» в области Она насчитывает более тысячи экспонатов, которые он заботливо хранит дома Но сейчас фанат саги готов приоткрыть завесу тайны над своей коллекцией В далекие 90-е по крупицам со всего мира мурманчанин стал собирать постеры, раритетные комиксы, фигурки и билеты в кино На выставке посетитель увидит автографы тех, кто принимал участие в создании фильмов саги Все началось вот с такого вот истребителя, который мне привезла сестра с Праги в 90-е годы Ну вот, в общем-то, с этого все и началось У каждой вещи в коллекции своя история. Что-то покупалось, что-то привозили друзья Есть и экспонаты, сделанные на заказ. Например, костюм Штурмюка привезли из Лондона Он имеет серийный номер и автограф одного из актеров Сам коллекционер не скупится не только на покупку уникальных предметов, но и занимается благотворительностью Александр – участник добровольной фанатской организации Это 901-й легион, такая всемирная фанатская благотворительная организация Вот фанатов «Звездных войн» помогаем детям, ходим на больницы, на разные мероприятия Два года назад Александр Петров принимал участие в выставке в Москве И даже получил благодарственное письмо от режиссера седьмого эпизода «Звездных войн» Джейн Джейн Абранса За участие в благотворительном аукционе В Мурманске выставка пользуется популярностью Оказалось, что среди северян немало поклонников легендарной саги, особенно среди детей На сегодняшний день выставку посетило более трех тысяч человек Выставка пользуется большой популярностью среди мурманчан и гостей города Музей – не только такое консервативное, закрытое учреждение Но и также среди наших задач – это привлечение молодежи И вот такими выставками мы надеемся привлечь их в наш краеведческий музей Выставка частной коллекции Александра Петрова будет работать в Мурманском областном краеведческом музее до 30 августа Посетить ее бесплатно смогут все желающие Такое увидели эту неделю наши корреспонденты А мы прощаемся с вами, всего доброго и до встречи До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Мурманск